Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться! Всем привет, мои хорошие! Вот мой утренний коктейль. Вот я серьезно очень занялась собой и прекрасно себя чувствую. Видите, все чаи с утра. Лечитесь, тут имбиря сделала побольше. Видите, сколько имбиря я. Здесь уже почистила картошку. Сейчас буду жарить Ашкему, а здесь грудинку сделаю ему сегодня соте. Соте это грудинка, грибы, болгарский перец. Сегодня понедельник, базарный день. Так что, посмотрите, вот так вот выглядит мой балкон. Настирала, а вешать некуда, благо балкон закрытый. Думаю, в скором времени этот стол перенести на кухню, чтобы сидеть. Так, будем смотреть. Остальные что делают? Остальные тоже вышли на балкончик. Погода не холодная, отличная погода. Чтобы меня люди не видели, не испугались. А почему меня испугались? Потому что у меня маска на голове, маска на лице. Остальные, а что делать? Не знаю, как моя вот это все высохнет. Надо что-то же придумывать, не так ли. Сейчас я себя покажу. Спугайтесь, это я, Светлана. Это глинная маска. Сейчас уже иду смываться. На волосы намазала маску. Затем сделала масло. А дождь какой, дождь какой. Ой, глазки у меня какие на фоне этого красивые, зеленые. Ой, чуть-чуть-чуть. Так, друзья мои, омолаживаемся с вами, болтаем, разговариваем. Боила, булечки. Ну, а что делать? Светлана естественно. Светлана все как есть в жизни. Светлана нашла способ пить кофе. Смотрите как. Светлана все найдет. Все, друзья мои. Сейчас заварю чай. И иду в душ прихорашиваться. Пока моя ушка меня не увидела, такое страшное. Вообще все эти процедуры нужно делать, чтобы ваш муж вас не видел. И, кстати, я встану на весы после душа, взвешусь и расскажу вам о своих результатах. У меня в рационе сегодня полтора килограмма яблок. Завтра полтора килограмма курицы. Ну, а дальше я вам расскажу. Мои дорогие девочки, мальчики, девочки. Мне кажется, я влезла в то платье, которое носила 3-4 года назад. У меня сейчас 64 килограмма. Было 68 с половиной, я уже вам говорила. Будь здоровы, Ашкин, правильно говорю. Посмотрите, какая зима в Мерсине. Одела, упаковала Ашкин, отправила и на базар, и за покупками, и мясо купить, и курил. Холодно, дождик, а я буду дома сидеть. Не так ли? Заниматься делами. Сейчас хочу уборкой заняться чуть-чуть. 3-4 дня ничего не делала. Ну, делала так поверхностно. Сейчас надо уже чуть-чуть капитально прибраться. Вот наш базар весь, он закрытый. Смотрю, и здесь тоже на машинках продают. Дождик идет, зимушка, зима, холодно, Мерсине. Вот такая вот у нас зима хорошая. А я сижу, одела Анемчика жилеточку, потому что только после душа сделала себе маски на лице, намазала жужоба даже кремом, и в руше не пользовалась дневным кремом. Ой, такая опять плохая новость у меня с Батуми. У моей подруги, у крестной моей дочери, умер отец от коронавируса. Я его знаю с 15 лет, когда мы с ней в медучилище поступили, и вот с его семьей знакома. Наплакала, сейчас наревела, позвонила ей, пособолезновала. И мама ее, оказывается, переболела, и сама не понимала мама, что переболела. Вчера тест взяли, у нее положительные. Три недели назад, говорит, переболела. Отец тоже так хорошо себя чувствовал. На восьмой день у него остановилось сердце. Перевели в реанимацию, попал в кому. Делали диализ, и в итоге вот умер. Почки отказали. Это страшно. Сейчас послала. Вы уже берегите своих матерей, отцов, родителей, всех близких. Это болезнь коварная. Кто-то переносит вообще, не понимая, что он переболел, а кто-то так тяжело переносит. Сейчас послала Ашкема, сказала, купи еще имбиря побольше. Прямо так сегодня сделала очень много имбиря. В лимонную воду пьем. Пусть Бог хранит нас всех. Вот такие вот нехорошие новости. Посмотрите, какой град в Мерсине. У меня на том балконе все ковры мокрые. Не успела затащить. Что творится? Вот сейчас... Представляете, мой Ашкем пошел, сейчас будет весь мокрый. Вы слышите? Хорошо, что у нас эта занавеска висит, а то был бы пипец. И зонтик открытый. Посмотрите, что творится. Ой, и молния. Вот такая вот страшная зима. Ну, не страшная. Все люди повыскакивали на балконы. Ой, как раз я успела все поубежать. Убирать. Дома. Дома безопасно. Вот. Занимаюсь уборкой. Сейчас позакрываю все занавески. Где мои Ашкем? Посмотрите, что случилось. Это была какая-то стихия. Я боролась со стихией. Вы видите? Я все сняла. Я сейчас вам покажу. Это было ужас. Что я сейчас пережила? Это кошмар. Смотрите, что у меня на балконе творится. Зонтик поломался. Цветы все повылетали. Слава Богу, мои ногти целые. Посмотрите. Цветы падали только так. Я закрепила сейчас зонтик. Я закрепила здесь еще нашу штору. Это кошмар. Я мокрая, как курица. Это был какой-то ужас. Я не знаю, что творится на том балконе. Я не знаю, где мы можем. Но это кошмар. Господи, спаси, сохрани. Это был какой-то шквал. Я вся мокрая. Посмотрите. Друзья мои, не могу успокоиться. Все такое состояние. Ой, Боже ты мой. Это было страшно. Что-то это было страшно. Все, иду приводить себя в порядок. Лежу, потому что сердце выскакивает. Поменялось. Высушилось. Замерзла, как собака, друзья мои. Это было страшно. Стихия, бедствия, катаклизмы. Ответец тупи. Это какой-то ужас. Но я своих друзей цветочкой не бросила в беде. Боялась, что зонтик упадет кому-то на голову. Поэтому прикрепила его, как могла. Аж кому позвонила. У него, слава Богу, все в порядке. По-моему, на базаре он. Я не знаю, это было что-то страшное. Сейчас надо подумать. Эти ковры надо убрать и цветы. Безопасное место. Потому что будет часто у нас ветра. И чтобы не поломалось ничего. Представляю, что у Натальи там. Наталья, как у тебя там на балконе. Всю мебель твою тоже надо убрать. В общем, ужас. Такой вот у нас бывает. Бывает, но редко. Но это везде бывает. Не то, что там в Мерсии или в Турции. Но вот я, моя хорошая, легла немножко. Сердце выскакивает. Ужас. Я так испугалась. Испугалась, что кто-то там ходит. Какие-то шаги. Сначала выключила свет. Включила кондиционер, чтобы немножко согреться. Поменялась и лежу. Друзья мои. Всем мира. Всем в нормальных погодных условиях. Это страшно. Берегите себя. Пришел в такую погоду. Купил рамки. Такие. Они это все 160. Такую новую себе пепельницу купил. Сейчас покажу. Еще он зашел в магазин. В лавку. И там купил кое-что. Думал, что не попадет на базар. Поэтому купил курицу там. Купил мясо с косточкой. Килограмм я ему сказала. Что-то оно мне не так понравилось. Купил груши. Дорого так все в магазине. Очень дорого. Поэтому я даже ему говорю. На базаре бы купила бы. Весь стол заложили бы. Перец красный болгарский купил. Помидоры. И вот это все. Вот за фрукты эти. Вот. Мандарины купил. Еще что здесь. Огурцы. 50-60 лир. В магазине. Ну и не считая этого. Сейчас опять пошел он. За другими покупками на базар. Пошел опять. В общем, это кошмар. Увидела, что мой балкон. Испугался. Как? После войны. У меня до сих пор стресс. Потому что я боролась со стихийным бедствием. Это какой-то ужас. Он сказал, что даже дерево упало там где-то. Ой. Все мокрое. Завтра уже буду все приводить в порядок. Самое главное зонт. Чтобы не рухнул. Укрепила его. Видите? Боже ты мой. Страх божий. Хочу добавить. Кто живет в Турции. Покупайте имбирь в Мигросе. Там 35 лир килограмм. А в этой лавке 60 лир килограмм. Можно дешевле купить в Мигросе. Посмотрим, что Ашкем принес. Ашкем. Наслся им и сын. О, Ашкем. Чо, коли швиришь, я пти бюгюн. Грейпфрукты купил. Супер. Бунелды. Ашкем. Бучок качваны. Качтаны вар. Рикитаны вар. Фазладалды. Ашкем. Посмотрите, разошелся. Грейпфрукты и кадар. Грейпфрукты. Бирбучок. Бирбучок? Да. Полторы лиры. Десять килограмм. Десять килограмм. Почимаете, пять лир. Бук того, кирчек-то. Посмотрите, что он принес. Ашкем хорошо потратился сегодня. Туз. А, видите? Вот это надо. Эвет кюзелю. А, Ферин. Чего кюзель? Кач 84 лиры. Так, вот. Это только в Юзбире. Патлиджан не кадар. 5 лир, а 5 лир килограмм. Чего-то они одурили. Ага. А тут хлеб. Ага. Та, мам. Юзель. Юзель. Ну вот. Кач кадар. Не кадар сен хаджирладин буген. Чок хаджирладин. Вот сейчас буду с грибов, с грудки делать ему, кушать. Вот такой ужин сегодня суте. Ну, как с солянкой, да, с грибами, со всех. Мерджи, макчорба и все остальное. Как Роман. Хорошо. Такую погоду шел, покупки сделал. Молодец. Приятного аппетита тебе. Я пошла есть мои яблоки и вашингтоны. Друзья мои, посмотрите, что творится на моем балконе. Закрыл ножком занавеску. Включила я сейчас свет. Цветы спустила вниз, зонтик закрыла. Ужасная, ужасная ситуация. Я лежу никакая. Какие у меня крепкие ногти сделала моя Асенька. Я думала, что я без ногтей останусь, когда держала вот этот сумасшедший зонтик. От ветра ураган. Хотела его унести у меня. Ой, посмотрите, что творится с моим балконом. Наверное, надо уже как погода будет собрать эти дорожки, все убрать. Ужгым побоялся, что сорвется козырек. Свернул зонт. Будет у нас все голым. Стол вынесем. Помоем. Заберем на кухню. Приготовимся к зиме. И на той стороне тоже забрали. Забрали цветы, спустили вниз. В общем, кошмар. Кошмар. Смотрите, что у меня здесь. Все у меня сушится, потому что все намокло. Аж кем пришел мокрый, как курица. Бардак настоящий. Сидит сейчас, крутит себе сигареты. Я вот так все развесила. Мое белье чуть не убью. Короче, сегодня ужасный был день. Ужасная стихия была. Я никакая. Как будто боролась с армией солдат. Сил нету. Не знаю, как завтра будут. Такое было вообще у меня сегодня. Страх, во-первых. Я думала, что я улечу вместе с зонтом. Сами видели меня в каком состоянии. Это произошло за секунды. Я только показала Мамград. Зашла сюда. Смотрю, цветы падают. Все срывается. Зонт. Все. Бросила телефон и побежала бороться. И в самый пик я была там. Аж кем сказал, что возле базаря дерево упало. Быстро, быстренько. Все. Как могла. Все собрала. И вот так вот. Ну что, буду заканчивать сегодня видео. Надеюсь, что завтра будет лучше. Все. Все будет у нас хорошо. Самое главное – мир. Всем здоровья. Родным и близким. Мир на нашем небе. И хватит уже этим катаклизмам. Хватит. Долой их всех. Уходите от нас подальше. Редактор субтитров А.Семкин